Принц и принцесса. Пришлось Герде опять присесть отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон. Он долго-долго смотрел на девочку, кивая ей головою и, наконец, заговорил. «Карр! Карр! Здравствуй!» Чище этого он выговаривать по-человечески не мог, но, видимо, желал девочке добра и спросил её, куда это она бредёт по белу свету одна-одинёшенька. Слова одна-одинёшенька Герда поняла отлично и сразу почувствовала всё их значение. Рассказав ворону всю свою жизнь, девочка спросила, не видал ли он Кая. Ворон задумчиво покачал головой и сказал, «Может быть, может быть». «Как? Правда?» — воскликнула девочка и чуть не задушила ворона поцелуями. «Потише! Потише!» — сказал ворон. «Я думаю, что это был твой Кай, но теперь он верно забыл тебя со своей принцессой». «Разве он живёт у принцессы?» — спросила Герда. «А вот послушай», — сказал ворон, — «только мне ужасно трудно говорить по-вашему». «Вот если бы ты понимала по вороне, я рассказал бы тебе обо всём куда лучше». «Нет, этому меня не учили», — сказала Герда. «Бабушка, та понимает. Хорошо бы и мне уметь». «Ну ничего», — сказал ворон, — «расскажу, как сумею, хоть и плохо». И он рассказал обо всём, что только сам знал. «В королевстве, где мы с тобой находимся, есть принцесса». «Такая умница, что и сказать нельзя». «Она прочла все газеты на свете и уж позабыла всё, что прочла». «Вот какая умница!» «Раз как-то сидела она на троне». «А веселья-то в этом ведь немного». «Как говорят люди», — и напевала песенку. «А чего ж бы мне не выйти замуж?» «А ведь и в самом деле», — подумала она, — и ей захотелось замуж. Но в мужья она хотела выбрать себе такого человека, который бы сумел отвечать, когда с ним заговорят, а не такого, что умел бы только важничать. «Это ведь так скучно!» И вот созвали барабанным боем всех придворных, да и объявили им волю принцессы. Все они были очень довольны и сказали, «Вот это нам нравится!» «Мы и сами недавно об этом думали!» «Все это истинная правда», — прибавил ворон. «У меня при дворе есть невеста. Она ручная, разгуливает по дворцу. От нее-то я и знаю все это». Невестою его была ворона. «Каждый ведь ищет жену себе подстать». На другой день все газеты вышли с каймой из сердец и с вензелями принцессы. В газетах было объявлено, что каждый молодой человек приятной внешности может явиться во дворец и побеседовать с принцессой. «Того же, кто будет держать себя вполне свободно, как дома, и окажется всех красноречивее, принцесса изберет себе в мужья». «Да-да», — повторил ворон, «все это так же верно, как то, что я сижу здесь перед тобою». Народ повалил во дворец валом. Пошли давка и толкотня, но толку не вышло никакого ни в первый, ни во второй день. На улице все женихи говорили отлично, но стоило им перешагнуть дворцовый порог, увидеть гвардию всю в серебре, а лакея в золоте и вступить в огромные, залитые светом залы, как их брала оторопь. Подступят к трону, где сидит принцесса, да и повторяют только ее последние слова. А ей вовсе не этого было нужно. Право, их всех точно опаивали дурманом. А вот, выйдя за ворота, они опять обретали дар слова. От самых ворот до дверей дворца тянулся длинный-длинный хвост женихов. Я сам был там и видел. Женихам хотелось есть и пить, но из дворца им не выносили даже стакана воды. Правда, кто был поумнее, запасься бутербродами. Но запасливые уже не делились с соседями, думая про себя. Пусть себе поголодают, отощают, принцесса и не возьмет их. Ну, а Кай-то Кай? спросила Герда. Когда же он явился? И он пришел свататься? Постой, постой! Теперь мы как раз дошли и до него. На третий день явился небольшой человечек не в карете, не верхом, а просто пешком. И прямо вошел во дворец. Глаза его блестели, как твои. Волосы у него были длинные, но одет он был бедно. Это Кай! обрадовалась Герда. Так я нашла его! И она захлопала в ладоши. За спиной у него была котомка, продолжал ворон. Нет, это верно, были его саночки, сказала Герда. Он ушел из дома с санками. Очень возможно, сказал ворон. Я не разглядел хорошенько. Так вот, моя невеста рассказывала мне, что, войдя в дворцовые ворота и увидав гвардию в серебре, а на лестницах лакеев в золоте, он ни капельки не смутился, кивнул головой и сказал скучненько должно быть стоять тут на лестнице. Я лучше войду в комнаты. Залы все были залиты светом, вельможи расхаживали без сапог, разнося золотые блюда. торжественнее уж нельзя было. А его сапоги так и скрипели. Но он и этим не смущался. «Это, наверное, Кай!» воскликнула Герда. «Я знаю, что на нем были новые сапоги. Я сама слышала, как они скрипели, когда он приходил к бабушке. Да, они такие скрипели порядком», продолжал ворон. Но он смело подошел к принцессе. Она сидела на жемчужине величиною с колесо прялки, а кругом стояли придворные дамы и кавалеры со своими горничными, служанками горничных, камердинерами, слугами камердинеров и прислужником камердинерских слуг. Чем дальше кто стоял от принцессы и ближе к дверям, тем важнее, надменнее держал себя. На прислужника камердинерских слуг, стоявшего в самых дверях, нельзя было и взглянуть без страха. Такой он был важный. «Вот страх-то», сказала Герда, «а Кай все-таки женился на принцессе? не будь я вороном, я бы сам женился на ней, хоть я и помолвлен». Он вступил с принцессой в беседу и говорил так же хорошо, как я, когда говорю по вороне. Так, по крайней мере, сказала мне моя невеста. Держался он вообще очень свободно и мило и заявил, что пришел не свататься, а только послушать умные речи принцессы. Ну и вот, она ему понравилась, он ей тоже. «Да-да, это Кай», сказала Герда, «он ведь такой умный!» Он знал все четыре действия, арифметики, да еще с дробями. «Ах, проводи же меня во дворец!» «Легко сказать», ответил ворон. «Да как это сделать?» «Постой, я поговорю с моей невестой, она что-нибудь придумает и посоветует нам». «Ты думаешь, что тебя вот так прямо и впустят во дворец? Как же! Не очень-то впускают таких девочек!» «Меня впустят», сказала Герда. «Только бы Кай услышал, что я тут! Сейчас бы прибежал за мною!» «Подожди меня тут, у решетки», сказал ворон. Тряхнул головой и улетел. Вернулся он уже совсем под вечер и закаркал. «Карр, карр, моя невеста шлет тебе тысячу поклонов!» «И вот этот маленький хлебец!» Она стащила его в кухне. «Там их много, а ты верно голодна?» «Ну, во дворец тебе не попасть!» «Ты ведь босая!» «Гвардия в серебре и лакеи в золоте ни за что не пропустят тебя!» «Ну, не плачь! Ты все-таки попадешь туда!» «Невеста моя знает, как пройти в спальню принцессы! с черного хода и знает, где достать ключ!» вот они вошли в сад, пошли по длинным аллеям, усыпанным пожелтевшими осенними листьями. И когда все огоньки в дворцовых окнах погасли один за другим, ворон повел девочку в маленькую полуотворенную дверцу. О, как билось сердечко Герды от страха и от радостного нетерпения! Она точно собиралась сделать что-то дурное! А ведь она только хотела узнать, не здесь ли ее Кай! Да-да, он верно здесь! Она так живо представляла себе его умные глаза, длинные волосы, улыбку! Как он улыбался ей, когда они бывало сидели рядышком под кустами роз. А как обрадуется он теперь, когда увидит ее, услышит, на какой длинный путь решилась она ради него, узнает, как горевали о нем все домашние. Ах, она была просто вне себя от страха и радости! но вот они на площадке лестницы. На шкафу горела лампа, а на полу сидела ручная ворона и осматривалась по сторонам. Герда присела и поклонилась, как учила ее бабушка. «Мой жених рассказывал мне о вас столько хорошего, Фрэкин», сказала ручная ворона. «Ваша вита, как это принято выражаться, так же очень трогательно. Не угодно ли вам взять лампу, а я пойду вперед? мы пойдем прямой дорогой, тут мы никого не встретим». «А мне кажется, кто-то идет за нами», сказала Герда. И в ту же минуту мимо нее с легким шумом промчались какие-то тени. Лошади с развивающимися гривами и тонкими ногами, охотники, дамы и кавалеры верхами. «Это сны», сказала ручная ворона. «Они являются сюда, чтобы мысли высоких особ унеслись на охоту. Тем лучше для нас, удобнее будет рассмотреть спящих. Надеюсь, однако, что войдя в честь вы покажете, что у вас благодарное сердце. Есть о чем тут и поговорить, само собой, разумеется, сказал лесной ворон. Тут они вошли в первую залу, всю обтянутую розовым атласом, затканным цветами. Мимо девочки опять пронеслись сны, но так быстро, что она не успела и рассмотреть всадников. Одна зала была великолепнее другой, просто отрабь брала. Наконец, они дошли до спальни. Потолок напоминал верхушку огромной пальмы с драгоценными хрустальными листьями. С середины его спускался толстый золотой стебель, на котором висели две кровати в виде лили. Одна была белая, в ней спала принцесса. другая красная. И в ней Герда надеялась найти Кая. Девочка слегка отогнула один из красных лепестков и увидела темно-русый затылок. Это Кай! Она громко назвала его по имени и поднесла лампу к самому его лицу. Сны с шумом умчались прочь. Принц проснулся и повернул голову. Ах, это был Никай! Принц походил на него только с затылка, но был так же молод и красив. из белой лилии выглянула принцесса и спросила, что случилось. Герда заплакала и рассказала всю свою историю, упомянув и о том, что сделали для нее вороны. Ах, ты бедняжка! сказали принц и принцесса. Похвалили ворон, объявили, что ничуть не гневаются на них, только пусть они не делают этого впредь и захотели даже наградить их. Хотите быть вольными птицами? спросила принцесса. Или желаете занять должность придворных ворон на полном содержании из кухонных остатков? Ворон с вороной поклонились и попросили должности при дворе. Они подумали о старости и сказали, хорошо ведь иметь верный кусок хлеба на старости лет. Принц встал и уступил свою пастель Герде. Больше он пока ничего не мог для нее сделать. А она сложила ручонки и подумала, как добры все люди и животные. Закрыла глазки и сладко заснула. Сны опять прилетели в спальню, но теперь они были похожи на божьих ангелов и везли на маленьких саночках Кая, который кивал Герде головою. Увы, все это было лишь во сне и исчезло, как только девочка проснулась. На другой день ее одели с ног до головы в шелк и бархат и позволили ей оставаться во дворе сколько она пожелает. Девочка могла жить да поживать тут припеваючи. Но она прогостила всего несколько дней и стала просить, чтобы ей дали повозку с лошадью и пару башмаков. Она опять хотела пуститься разыскивать по белу свету своего названного братца. Ей дали и башмаки, и муфту, и чудесное платье. А когда она простилась со всеми, к воротам подъехала золотая карета, сияющими как звезды, гербами принца и принцессы. У кучера, лакеев и форейторов ей дали и форейторов красовались на головах маленькие золотые короны. Принцы, принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали ей счастливого пути. Лесной ворон, который уже успел жениться, провожал девочку первые три мили и сидел в карете рядом с нею. Он не мог ехать к лошадям спиною. Ручная ворона сидела на воротах и хлопала крыльями. Она не поехала провожать Герду, потому что страдала головными болями с тех пор, как получила должность при дворе и слишком много ела. Карета битком была набита сахарными крендельками, а ящик по сиденьям фруктами и пряниками. «Прощай! Прощай!» закричали принцы принцесса. Герда заплакала, ворона тоже. Так проехали они первые три мили. Тут простился с девочкой и ворон. Тяжелое было расставание. Ворон взлетел на дерево и махал черными крыльями до тех пор, пока карета, сиявшая как солнце, не скрылась из виду.